Ну вот, мы сейчас разобрали только, так сказать, внешнюю оболочку, это самая примитивная, будем говорить, часть интимных отношений. Теперь пойдем вовнутрь. Теперь давайте с вами поговорим о второй составляющей, о душе и о недушевном становлении одной плоти. И вот дальше мы пишем. И душа включает в себя разум, волю и чувство. И если где-то хотя бы на одном из этих уровней нарушается единство мужа и жены, то радость не уходит из всех интимных отношений. То есть они могут быть, но это не будет так радостно, как если бы это было единство. Начнем с единения супругов на уровне разума. Итак, под цифрой 1. Разум может быть блокирован неверной или недостаточной информацией. Ну вот тут мы два постулата таких написали, которые уже выяснили, что общество дает нам неверную информацию и церковь нам дает неверную информацию. То есть практически каждый из нас, в общем-то, где-то какую-то информацию недополучил. Общество – это реклама, газеты, учебники, киоски всевозможные. Сейчас социологи подсчитали, что оказывается в день по телевидению показывают 85% сексуальных постельных сцен. Это внебрачные сцены. Всего 15% между мужем и женой не происходит. Ну, под сексуальными сценами имею в виду и поцелуй в том числе, то есть не летний половой арт, да? То есть вот, пожалуйста. А учебник, который читают наши дети, это вообще, знаете, мы бы советуем всегда всем прочитывать все учебники. Даже, казалось бы, самые-самые безобидные. Случайно попал в руки учебник по биологии, зоологии для седьмого класса. И мы так пролистывали, просто было интересно, описывали разных животных. И там одна из тем насекомых, подраздел клопы, и такую фразу там прочитали. Даже среди клопов есть гомосексуалисты. Нет, они есть. Но скажите, насколько обязательно ребенку в 11 лет знать, что это вот в природе существует? Что когда он вырос, он думал, ну раз даже среди клопов они есть. Что же удивляться, что среди людей-то? Что имели в виду авторы этого учебника, когда вот эту строчку вставляли в учебник? Дети должны все. Дети должны знать все. Замолевать или что-то сделать, ну прочитали, увидели. Пойти к учителю и выяснить. Каким образом она это проинтересовала? Почему именно этот учебник? Как она интерпретировала эту месту? Или дома самим проинтересовала все слова. Вообще, знаете, когда мы будем говорить про родительство, мы будем говорить много о том, как нам реагировать. Мы не можем это мир изменить, но мы можем много изменить в наших отношениях. Вот как нам, родители, на такие вещи реагируют? Общество дало неверную информацию, давайте мы дадим верную. Они ее исказили, вот этот проклопов дали информацию верную, но они ее исказили в контексте. Давайте мы ее вернем в наше русло. Вот и все. Церковь дает не точную, недостаточную информацию. Ну, всего один человек поднял руку, и то это было немного по другому поводу. Не о том, как сделать прекрасные отношения мужа и жены, да? Да. Это совсем по другому поводу было рассказано. А вообще, что мы наблюдаем в церкви? Вот однажды мы были на таком благословении, вот такая типичная картина. Благословляли одну пару в церкви. Над ней там молились, они приехали из ЗАГСа. Значит, благословил их пастор церкви. Поздравили родственники, поздравили друзья, всех, кто там был в церкви. И потом молодой человек подходит. И потом молодой человек так вот, ну, пастор уже вроде все закончился, он так отходит в сторону, а тот за ним идет и говорит, извините, у меня вот вопрос, подождите секундочку, да, слушаю вас, скажите, вот сейчас у нас будет брачный пир, а потом первая брачная ночь. Ну, у меня уже лет его никогда не было, мы не знаем, что, как. Что вы нам посоветуете? А он уже чувствует вопрос, он такой. Конкретный. Конкретный. И он так, ты, главное, не греши, главное, не греши. И отходит. А тот за ним идет, я понимаю, я понимаю, что грешить нельзя. Ну, а как это сделать? Что нужно делать, чтобы не согрешить? Плоть подскажет, плоть подскажет. И убежал. Вот это все. Что говорится об интимных отношениях мужа и жены? Вы знаете, конечно, мы это все понимаем, что если у человека самого по этому поводу что-то не ладится, ему трудно прокрутировать других. Все понятно. Ну, и тогда хотя бы посоветую грамотную литературу. Сейчас она есть. Вот, скажем, доктор Уит, если вы слышали такого, вот у него есть книга предназначена для отрада. Там целая глава посвящена первой брачной ночи. Как ее сделать прекрасно для обуви. Ну, посоветуйте хотя бы эту книгу прочитать. Тим Лахей тоже написали вместе с женой книгу «Тайна супружеского ложа». Там тоже есть, упоминается это. Пора первой брачной ночи, как и что должно там быть, чтобы это действительно не было, так, понимаете, пугалом на всю оставшуюся жизнь. Ну, посоветуйте хотя бы что-то почитать. Вторая книга еще раз можно назвать? «Тайна супружеского ложа». Тим Лахей. Тим Лахей. Тим Лахей, да. Сейчас я напишу. Так лучше. Эд. Уй. Вот это вот называется, предназначено для отравы. А Беверли и Тим Лахей. Это «Тайна супружеского ложа». Ну, вот такие две, они достаточно распространены и есть в продаже в магазинах христианских. Ну, конечно, по поводу первой книги, я не знаю, так, по поводу второй, но первая книга мне попадала в руки в английском варианте, то есть в изначальном. И когда я ее прочитала, я сказала, ух ты, как надо быстрее, чтобы она сдалась на русском языке. Это вот такая толстая книга, там, с картинками и слайдами. Там картинки, там все очень подробно. И когда я увидела русский вариант, честно говоря, это вот такая тоненькая книжечка. Двойное чувство. С одной стороны, я обрадовалась, что ее все-таки перевели, но с другой стороны, я увидела, что ее очень здорово редактировали. Цензура не пропустила. Цензура не пропустила очень многие практические вещи. Поэтому, но даже в том виде, в котором она осталась, она практична. Но если вы владеете английским языком, постарайтесь ее найти на английском языке. Потому что там, конечно, просто восторг. То есть там вот именно все, вот, вся песня песней изложена вот в детали. Изумительно просто совершенно. Я все-таки думаю, что когда-нибудь наша все-таки, ну, цензура будет менее категорична по поводу подобной литературы. Ну, видимо, к этому надо еще прийти. Итак, дальше, следующее, вот, под второй цифрой. Что нам необходимо? Нам необходимо изучение и осознание библейского видения сексуальных отношений. И Библия нам говорит конкретно. В первом послании апостола Павла Коринфийской церкви, седьмая глава, с третьего стиха. И здесь нам Павел, Бог через Павла, говорит о трех очень важных принципах интимных отношений в браке. Первый принцип – это благорасположение. Муж оказывает жене благорасположение. И жена мужу. То есть, я должен так сделать, такие отношения должны быть у нас в интимной жизни, чтобы жене от этого было благо, чтобы каждый вечер она говорила, ну, когда это время настанет, ну, давай быстрее, чтобы ей от этого было приятно и хорошо. Это от меня зависит, а не от нее. И от меня зависит, чтобы муж, будет так говорить, совершенно спокойно противостоял всем вот этим скушениям, которые находятся в мире. Короткие юбки, торчащие соски, открытые пупки и так далее. Ну, что говорит, но сейчас конкретно идет атака вообще на мужскую сущность со всех сторон. И сейчас от меня зависит, чтобы в наших отношениях было такое благо, чтобы мой муж был настолько благорасположен именно к интимным отношениям со мной, чтобы действительно мог со всей, будем так говорить, силой, да, противостоять все то, что творится вокруг нас. Это все взаимосвязано. То есть это первый и самый важный принцип – благорасположение. То есть от нас зависит, чтобы наш супруг получал благо от интимных отношений. Ну, вот тут знания необходимы друг друга и потребностей друг друга. Вот на следующей странице, вот там у вас, посмотрите, табличка такая есть. Вот как раз вот эту табличку мы советуем вам внимательно изучить. Ну, мы на ней немного остановимся. Чуть-чуть остановимся. Но вообще это все относится к благорасположению. Чтобы вот, понимая вот эти вот различия, вот эти потребности, действительно было благо от отношений. Ну, может быть, даже стоит сейчас остановиться, да. Смотрите, у мужчины и у женщины разные ориентации на интимные. Мужчина ориентируется на физиологию, ну, я говорю про салатик, да. Женщина на отношении личности к ней. Мужчина на детали, женщина на целое. Мужчина на физическое единство, женщина на эмоциональное. Для мужчины разнообразие важно и на кухне, и в ванной, и в столовой, и в спальне, где угодно, и в гараже для женщины важна безопасность. Ох, занавесочка открыта, с рук соседи увидят. А дети не спят еще, подожди, что-то скрипнет. Для них это важно. У мужчины секс – главный приоритет. Если он занимается сексом, то это все. Больше он ни о чем думать не может. Для женщины у него могут быть другие приоритеты. Вот однажды просто такой самый, ну, самый-самый момент, мы там с женой вообще, ну, сейчас вот взлет будет. И она говорит, ой, слушай, свет погас. Я говорю, ну и что? Ну, как же, сейчас холодильник отключился, мясо потечет. Протухнет ведь. О чем ты сейчас думаешь? Знаете, как обиделся на меня в тот момент? Кошмаром. Он на меня очень взорвавился. Он говорит, слушай, значит, вы настолько со мной плохо, значит, я настолько вообще плохо. Думаешь о чем угодно. Что ты даже про мясо вспомнила. Вот. Но потом, конечно, когда мы уже стали вот это все узнавать, разница мужчин и женщин. Мы женщины сканируем даже во время сексуальных отношений. А наши мужья, если уж они в этой коробочке, они только там. То есть, понимаете, так важно даже вот эти вот вещи знать нам, женщинам, чтобы, ну, будем так говорить, не вытаскивать мужа из коробочки в важный момент. Вот. Нам, мужьям, важно где-то так понимать нас в этих отношениях. Ну, и вот дальше точно так же. Смотрите, стимуляция совершенно отличная. Потребности разные у нас. Отношения к сексу разные. У мужчины быстрое возбуждение, у женщины медленное. Мы говорили о прелюдии, которая должна быть. Мужчина не цикличный. То есть, в любой момент, в любое время, в любой день, года, сезона, месяца, днем, утром, там, вечером, мужчина одинаково предусположен. Да, он предусположен. Женщина циклична. Я никогда не забуду, как к нам пришел предбрачный. Я помню, что папочка одна. И там, в среде, впрочем, есть такой вопрос. Как вы считаете, как часто у вас будут происходить половые акты? Ну, это была наша последняя встреча. Мы обычно на последней встрече говорим о планировании, об интимных отношениях. Вот. Мы говорим, как часто у вас, как вы думаете, будут проходить половые акты в месяц? И она написала, ну, один-два раза в месяц. Ну, может быть. Зачем чаще? Вы знаете, я... И я смотрю на него, а у него глаза так округляются. Он в ужасе. Да ты че? Да и все вот так. С ума, что ли, сошла? Ага, а ты сколько? Он говорит, ну, хотя бы каждый день. Что? Ты че, маньяк? Вы знаете, это... Это была классика. Это была просто вообще классика. Вот. И нам просто пришлось им действительно эти вещи объяснять. Что у женщины появляется желание, на самом деле, только лишь в момент омуляции яйцеклетки. То есть физиологическое желание. Физиологическое желание. И уже от мужчины... В момент омуляции, выхода яйцеклетки, когда она готова к облодотворению. То есть, действительно, два-три дня в месяц, когда у женщины есть физиологическое повторение. Это слово физиологическое желание. Желание. Но по мере становления одной плоти, уже вот, когда они, уже два человека начинают врастать в друг другу, вот, и в этом тоже. Вот тогда уже, да, это желание и оргазм, и все. Женщина будет испытывать чаще, чаще, чаще и чаще. И это зависит не только от мужчины, но и от женщины тоже. Понимаете, вот вообще, как удивительно Господь нас создал. Но сколько мы нуждаемся в друг друге, даже в этом. Понимаете? Вот еще можно сказать... То есть, мы со дня на день вешаем, а они со дня на день... Нет. Ничего подобного. Вот интересно, что мужчины... И что мы потом делаем? Как раз наоборот. Наоборот. Вы знаете, сейчас масса исследований в медицинской литературе... Вот не верите, вы прям можете, вот если у вас есть интернет, выйти на сайт, прям на определенные вот эти вот исследования. Вы увидите. Сейчас все эти не проведены. Что может быть, и становится реже, допустим, не пять раз в день, а всего лишь один раз, но качество, оно увеличивается. Во-первых. А во-вторых, мужчины, если у них были постоянные интимные отношения... В течение всей супружеской жизни. Причем не с одним партнером. Именно с одной женщиной. Мы же с одним партнером, они меняли сразу. Я имею в виду с одной женщиной. То мужчина сохраняет свою мужественность до, ну там говорят, в среднем до 75 лет. Вот это у нас вообще цифру убило. То есть, если это идет постоянно, регулярно, организм мужчины, он превышает. И такие простаты вам, не воспаление, не грозят. Вообще воспаление вот этой простаты... Сейчас же все медики кричат. Почему оно идет? Из-за чрезмерного употребления пива и из-за чрезмерной частой смены половых партнерств. Это говорят исследования. Или перерыв. Вот три вещи, которые влияют на... И перерывы, когда... Простатит. Да, все. Вот три вещи. Если эти три вещи избегаете, все, вот это простатит. Не грозит. Главное, еще пиво, чтобы не было, да? Пиво. Пиво, смена партнерш и нет перерывов. Вот пиво, кстати, вот сейчас вот говорят, почему сейчас, ну будем так говорить, мужественность как бы вот уходит. Ведь сейчас же все чаще, чаще мы встречаем мужчин, у которых и волосяной покров. Покров даже исчезает. То есть, они становятся как бы джон подобными. Почему? Вот из-за этих тоже трехсоставляющих. Из-за этих потрясающих. Это говорят медики. Вот. Ну, мы когда делаем научный доклад, конечно, мы там приводим конкретные цифры, но здесь мы, ну, как бы, вот у нас была другая задача. Но это есть. То есть, вот доносите это до людей, особенно до неверующих, что это не просто так Бог здесь написал. Но ради нашего блага все это написал. Быстрое возбуждение, медленное возбуждение. Еще можно быть такой, вот мы советуем супругам выработать упражнение «Три единства». Я говорю, если, например, муж приходит вечером домой, и у него такое там настроение. А то гости. А жена не готова, и кроме того еще и гости сидят. Ну, не скажешь же, при гостях там жена, у меня возникли мысли, давай готовься к вечеру. У нас с тобой будет потрясающий вечер, как ночь. Но как-то жену нужно заранее приготовить, потому что, смотрите, у нее медленное возбуждение. Мы говорим, есть такое правило «Три единства». Ну, выработайте его. Например, что? Передай мне три кусочка хлеба. Сигнал трех. То есть, это в единстве, получается, три каких-то определенных вещи. Передай мне три кусочка хлеба. Слышишь, три раза в дверь позвонили. Никто ничего не понял. Никто не понимает, что значит, почему там три кусочка хлеба. Зачем три машины проехали за окошком. Ну, проехали, проехали. Но жена знает, почему это именно три. Она уже начала готовиться. Она начала готовиться к вечеру. Понимаете? То есть, сигнал трех. Выработайте какой-то сигнал. Пусть это будет другой какой-то сигнал. Но чтобы два человека в единстве начинали готовиться. А, то есть, извините, уважаемый гость, я пойду в машину посмотреть. Три раза. Можно в окошко выглянуть. Да, три раза. Самое главное, чтобы жена все поняла. Ой, ты-то... Или при детях. Не будешь говорить, ну, жена, готовься. Да. А при детях можно сказать, ой, слушай, у тебя там три вилки лежат. Дай-ка мне их сюда. А дети говорят, какие там три вилки? Ну, показалось. Показалось. Но жена уже поняла. То есть, знаете, вот между вами должно быть что-то вот такое, чтобы вас, вы оба были в курсе вообще того, что происходит у вас. Ну, значит, возвращаемся сюда. Это мы забрали первый принцип, благорасположение, да? Вот, то есть, опять же, таблицу прям можно по каждому пункту рассматривать. Но мы не будем, потому что, если бы у нас был семинар на целую неделю по интиму, мы бы его сделали. Ну, тогда мы ничего другого не смогли. Итак, дальше, следующий принцип. Второе – это взаимное обладание. Муж, значит, жена не властна своим телом, но муж. Родный муж не властен своим телом, но жена. То есть, вот это вот тело – это не ее тело. Это мое тело. Оно ей не принадлежит. Я ей дал в долг попользоваться. На работу сходить, в туалет, в душ. Но как только мне это тело понадобится, в любой момент, утром, днем, вечером, на работе, в гараже, в спальне, где угодно, в любой момент я могу его потребовать, потому что это мое тело. Подойти, сказать, жена – должок. Жена может сказать, у меня там зуб болит, и я больше ни о чем думать не могу. У меня тоже иногда болит зуб, и я понимаю эту боль. И тогда вот действительно не до интимных отношений. И если я скажу, а мне все равно до твоего больного зуба, вот вы не положь, взаимное обладание – это мое тело, оно мне сейчас надо. Тогда нарушается первый принцип. То есть благорасположение, неблаго будет жене от интимных отношений. Я скажу, Женя, она тебе анальгинчик, через два часа я еще раз подойду. То есть, знаете, какая интересная вещь. Мужчины часто играют во втором принципе. Написано – вы не по ложь. А женщины часто играют во первом. Если ты меня любишь, ей будешь требовать. Вот как важно, чтобы оба супруга соблюдали все три принципа сразу. И не играли каким-то одним. Потому что вот эти вот игры, они сидят очень часто наблюдают. Их же хотят ломаться, интимные отношения. И третий принцип. Да, но я тоже могу сказать по поводу взаимного обладания. Я тоже имею право на это тело, возвращаясь к тому. Если мне захочется, чтобы мой муж проявил ко мне ласку, чтобы почесал мне спинку полтора часа, это тело не мое, оно мне не принадлежит. Да, мне нужно, чтобы... В любой момент она может представить, погладь меня вот здесь, и сиди, и гладь. Потому что это не мое тело. Мне нравится, когда ты у меня там в голове, пожалуйста, вот смотрим, скажем, какой-то фильм, я сажусь рядышком, там, на пол. Мне хочется, чтобы ты мне сейчас полоскал. Потому что это не мое. Без вопросов. Я не имею на него права. Но опять, принцип благорасположения, я имею право нарушать. Если мы можем говорить, слушай, руки устали. Нет. Сиди чеши. Ну, мы же, конечно, все эти лутрируем. Но вы понимаете, о чем я говорил, да? Вот два принципа работают вкупе. Только так и никак иначе. И следующий принцип. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана, ни воздержанием вашим. И здесь вот этот стих очень часто читают совсем иначе. Опасность уклонения. Его читают по-другому. Его читают так. Будьте вместе по согласию. Вот если вы вместе согласны, то будьте вместе. Но здесь написано другое. Не уклоняйтесь, разве по согласию. То есть, если я прихожу домой, у меня такое настроение, готовься к вечеру. Она говорит, ты знаешь, что я вот решил попаститься, помолиться. Ты мое согласие на это получила? Нет? В койку. Потому что написано, не уклоняйтесь. Не духовно. Даже после молитвы не может быть причиной уклониться от интимных отношений. А тем более, как мы уже сказали, женщины вообще изначально не предрасположены к такому частому, будем так говорить, таким частым плавоматкам, как мужчинам. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Вот, может быть, вам показывается так немножко, это, ну, грубовато, но нам в сравнении понравилось. Во время, когда мы его прочитали, нам тоже показалось грубоватым, потом подумали, а мы в точку. Вот, женщины в сексе, это как верблюд. Вот верблюд один раз попил, напился воды до отвала и пошел по пустыне без воды, без дектора. И 40 дней, а некоторые даже 60 могут идти. Там колючку где-то ухватил, но запаса ему хватает. Вот это женщина, ему не надо было. Под палящим солнцем верблюд выживет благодаря запасу воды, который он там один раз делал. А мужчина в сексе, знаете, кто? Лягушка. Вот его вытащи из воды подержим на открытом солнце. На палящем. Или два. Что станет с лягушкой? Ну, то есть... Засохнет. То есть, да. И вот, понимаете, можно говорить, сколько раз я от женщин слышу, у меня муж сексуальный маньяк. От женщин слышим, жена моя пригибна. От мужчин, да. Да, от мужчин мы слышим. Понимаете, это просто не знание элементарных физиологических особенностей. Нас такими создал Господь. И вот, что самое, знаете, нам кажется, действительно, это такой хороший, добрый юмор соединяет нас таких разных для того, чтобы мы, понимаете, друг друга сделали счастливыми и совершенными даже вот в этих вот ультимных отношениях. Это же так здорово. У нас... Опять, опять получается, что верблюд посадили мушку на свой влажный горб и очень долго вместе пройдут. Да? Вот если горб влажный. Если горб влажный. Горб-то не влажный. Верблюд-то сам по себе, внутри себя. А там дырочка. У нас есть время, когда мы постимся и молимся. Это вечная мечта мужчин. Ну да. У нас есть время, когда мы постимся и молимся за детей, за наши какие-то проблемы, за наши семьи. И тогда мы, конечно же, воздерживаемся от интимных отношений. Но это совместное решение. Но это мы вместе решили. Давай мы с тобой решим. Вот сейчас будем поститься, молиться, чтобы проблема была решена тем или иным способом. И тогда мы воздерживаемся. Но если кто-то один из супругов не согласен, Бог нам не дает права уклониться. Почему? Потому что нас начнет сатана искушать. А даже взгляд с вожделением это уже искушение в сердце своем. Если ты не сумел этому противостать. И если этого уклонения нет, тогда все нормально в отношениях. И вы знаете, вот в этом плане я благодарен моей надежде, Наде, за то, чтобы нашей жизни не происходило. Какие передряги мы не переживали. Иногда даже бывало, что рассоримся. Я говорю, назло сейчас тебе. Будет у нас интим. Ни разу такого не было, чтобы она мне сказала нет в постели. Всегда. Ну я на этом плане еще благодарна Господу за то, что даже тогда, когда я была от него очень далеко и не знала ни Библии, не читала, ни в принципе, не знала. В мои руки попался журнал, я тогда училась в институте на педагогичном факультете, журнал на английском языке. Такого, какого-то английского сексолога. Я даже не помню, про что там именно была эта статья, но вот фраза из этой статьи мне очень здорово запомнить. Фраза была такая. Если ты хочешь всю жизнь быть любимым одним мужчиной и чтобы он любил только тебя и не смотря на других женщин, никогда не говори нет в постели. И вот тогда, вот как бы будучи далекой вообще от всех этих принципов, о которых мы сейчас говорим, я просто себе пообещала, что когда я роду замуж, на любимый мужчину, иногда мы уже с Мишей строили отношения, я уже тогда думала, что я люблю, он будет моим мужем, вот я никогда ему нет не скажу. И действительно, что-то не было, я просто усилием воли выполняла это обещание, которое когда-то я дала самой себе. Ну, как оказалось, я это сделала пред Богом. Но я сразу могу сказать, что мне это было не очень сложно выполнять по той простой причине, что всегда все вопросы планирования семьи Миша брала на себя. Вот у меня никогда вот на эту тему вот голова, вот как бы будем говорить так, не болела. То есть все вопросы мы обсуждали вместе, находили какое-то взаимно приемлемое решение, каким образом у нас будет планироваться количество детей. Да, и в общем-то все это было вот на нем ответственность была. Ну, я уже говорил о том, что мужчина, он и в постели остается мужчиной, точнее, по крайней мере, должен оставаться мужчиной и отвечать за все последствия того, что происходит в его семье. Я тоже прочитал такую статью. Еще когда в школе учился. В институте, а ты вообще маленький. Ну, тогда вообще я учился в французской школе, там такие журналы нам приносили, правда все страницы были вырваны. Но, видно, одну какую-то пропустили, я прочитал, что у каждой женщины есть, знаете, колокольчик, такой виртуальный образный колокольчик, и когда она ложится в постель с мужем, колокольчик начинает звенеть и не дает ей расслабиться. Он звенит и говорит, слушай, а вот сейчас вот вдруг это вот незапланированная беременность, что тогда? Подумай, вот надо ли тебе это сейчас? И вот чтобы этот колокольчик не звенел, сама женщина не может его успокоить, потому что он звенит и у него в голове постоянно. А вот сейчас это произойдет, что тогда? Как быть дальше? Чтобы колокольчик не звенел, за это отвечает мужчина. Если ты хочешь получить максимум удовлетворения в постели, и чтобы женщина могла расслабиться и предоставить свое тело тебе полностью, для того, чтобы ты получил максимум удовольствия, ты должен этот колокольчик заставиться молчать. А как? Взять все на себя ответственность за все интимные отношения. И не говорить, господи, я попользовался этой женщиной, а ты отвечай за последствия, нужен нам ребенок или нет. Что ты решишь и как ты сделаешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok